Здравствуйте туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухонном мини-тесте нож производства Кизляр Суприм, предоставленного магазином Кизляр Экстрим. Это легкий тактик Delta 420HC Light. Обзор у меня на этот нож уже снят, но давайте мы сделаем так. Мы сейчас порежем им на кухне, а буквально завтра, послезавтра вы увидите обзор. Почему? Потому что я снимал обзор не зная как он поработает на кухне, но предполагаю, что это будет хорошо достойно именно с учетом геометрии ножа. Нам проще будет комментировать обзор, зная уже какие-то результаты. Ну и после улицы, как я и говорил, у нас будет обязательно какое-то подведение итогов. С учетом того, что клинок здесь не толстый, я не могу назвать его тонким. Тонкий клинок у кухоньника. С учетом того, что клинок не толстый, ну вот совершенно нормально идет чистка картофеля. Единственное, конечно, чувствуется, что довольно широкий, именно вот как для картофеля чистки, довольно широкий клин ножа. Но чистит очень быстро, скажем, сам процесс практически происходит незаметно. То есть не чувствуется какого-то сопротивления именно к клинку. Правда, хочу сказать, что вот когда я беру, мне так удобнее, что я чищу буквально вот в первой трети где-то режущие кромки, и именно из-за того, что я вот так вот беру, а не иначе нож, у меня рукоять, она не то чтобы она перевешивает, но я чувствую прям вес рукояти. Хотя нож, напомню, сбалансирован здесь по указательному пальцу, как и должно быть при хорошем, скажем так, раскладе. Итак, сегодня у нас 26 октября, значит, видео это вы посмотрите 27-го, 28-го, не знаю, через буквально ближайшие какие-то, день-два. И сегодня, во-первых, 40 лет исполнилось замечательной комедии Эльдара Рязанова, служебный роман «40 лет». Просто потрясающему шедевральному фильму, и есть повод пересмотреть эту картину. Снова, ну, уже не похохотать, уже даже не посмеяться, а просто улыбаться в течение всего просмотра, зная каждую фразу наперед, зная буквально каждую. Вот у меня, например, Юлия, она служебный роман «Любовь и голуби», она знает буквально до запятой каждую фразу фильма. И все равно смотрим постоянно. Ну и потом, конечно, я всегда по-стариковски ворчу, что произошло с этими, опять же, умными, касаясь вот недавнего разговора нашего про 90-е годы, что произошло с этими умными людьми, талантливыми, которые потом в 90-х начали сниматься в какой-то, ну, просто нереальной чернухе. И снимать начали какую-то, ну, просто, кто же сам Рязанов, он отснял, скажем, на закате своей карьеры, несколько таких фильмов, от которых просто, ну, с уважением к его заслугам остается только просто печально вздохнуть, и, ну, не получилось у мастера в этот раз. Нарезка идет картофеля просто замечательно, никакого даже намека на какое-то раскалывание. Кухонник. Кухонник как есть. Единственное, конечно, для кухонника у него такая тактическая рукоять, то есть здесь именно это неплохо, но с тактичностью, скажем так, перебор, потому что именно с таким вот, с таким качеством нарезки предполагается какой-то более просто спокойный нож кухонного именно плана. Ну, я уж не говорю о том, что потом пересняли какие-то, сделали служебный роман «Наше время», «Джентльмены удачи 2», «Кавказская пленница 2», это вообще просто, нет, по-другому и не скажешь. Ну, сегодня речь не об этом, просто как бы вспомнилось, почему у нас 26 октября вот именно юбилейный такой выдался год для этого замечательного фильма. Шрек, с днём рождения, я тебя помню, всё хорошо, и сегодня у нас ночью выпал снег. Буквально не так давно проводили прям парад уборочной техники, не парад, а смотр, вот, скажем так, то есть уборочную технику, которая готова к зимнему сезону, на площадке специально там построили, пригласили прессу, всё красиво, всё раскрашено, и действительно молодцы, убирать начали буквально сразу. Но, город, как всегда, именно водители оказались не готовы, я в том числе, потому что, сейчас я посмотрю в окно, но вот, чуть больше, чем по колено намело снега за ночь и первую половину дня, и мне сейчас на моей летней резине просто нефиг в городе делать, потому что можно, ну, вы сами понимаете, здесь можно просто машину стукнуть, хотя на дорогах уже потаяло, в общем, посмотрим. Ну и как-то вот у меня сегодня мысли пришли. А, ещё один момент, который меня навёл на эти мысли, ну, с картофелем вообще полный фэн-шуй, и чистка, и нарезка, ещё одна мысль пришла в голову от того, что я не так давно смотрел один канал, я не помню, как название, в общем, он посвящён авариям, именно преимущественно в России, там, в основном идёт Россия, немножко Белоруссия, немножко Украина, но в основном Россия. И я вот, я не хочу сейчас говорить, потому что, ну, Россия – это огромная страна, самая большая в мире, и много населения, и, конечно, какой-то там YouTube-канал об авариях – это в любом случае квинтэссенция самых каких-то критичных моментов. Но некоторые вещи меня всё равно, ребят, удивляют. И я сейчас не критикую, я вам честно скажу, у меня зимой в планах после Нового года поехать в Россию на машине, ну, я слегка стремаюсь прямо, именно глядя вот на такую вот своеобразную культуру вождения, потому что одно дело, когда ты на дороге отвечаешь сам за себя, за своих близких, которые рядом с тобой сидят, и всё это зависит от твоего поведения, от скоростного режима, от того, насколько ты внимателен, от того, насколько ты собран. Но ты же не можешь никаким образом предугадать действия придурка, который выходит на двойной обгон навстречу тебе. Не можешь никак. И какие-то вещи, они действительно, они меня прямо повергают в уныние, потому что… Не могу себя назвать прям таким боякой, но я Юле сказал конкретно, что я как-то вот в Россию на машине, ну, даже не знаю. У меня особого желания нет, потому что, может быть, я насмотрелся каких-то вот этих вот ужасов, кошмаров, но у меня прям реально какой-то вот внутренний стопор стоит, потому что я буду всю дорогу, всю поездку на каком-то вот стреме внутреннем, именно для того, чтобы ничего не случилось. Ладно, там со мной, но с родными, с близкими. Лук просто суперский. Совершенно именно, как будто кухонник в руках, потому что не скажешь. Тоненько, ровненько, хороший кухонный хват у нас, вот в отличие от картофеля, здесь совершенно всё нормально заходит. И, конечно, посмотрим, что у нас будет в лесу с тактичностью, но на кухне совершенно нет никаких проблем. И с учётом, опять же, кротоновой рукояти и вот этой вот, скажем, изначально заданной тактической направленности ножа, это совершенно нормальный выбор для выхода куда-то на природу. Рукоять не будет оцелевать. Правда, опять же, через какое-то время, если не протирать нож, могут начать хлюпать кожаные ножны. А что делать? Классика жанра. Посмотрите, очень красиво, очень аккуратно порезал, ровно, прям вот, прям по кайфу. Действительно, по кайфу идёт всё. Плюс, ну вот, я просто знаю, что мне напишут. Ну, ты сравнил, сколько у вас населения, а сколько у нас населения. Да ты вообще понимаешь, какие у нас города. Да у нас тут вся ваша Эстония меньше, чем там один район в Питере и прочее. Это мне постоянно пишут, и я в курсе, что у нас Эстония меньше, чем один район в Питере. Дело-то в другом, ребят. Когда я вижу, что буквально несколько подряд роликов посмотрел о том, что вот зебра, переходит ребёнок или женщина с детьми, стоит машина, ну, бля, по любой логике, если машина стоит перед зеброй, надо на секунду хотя бы задуматься. Нет, какой-нибудь лихой водитель решает именно здесь её обойти и прямо на зебре сбивает ребёнка. И прямо вот один фрагмент там был, когда женщина буквально вела за руку двух детей, ведёт за руку двух детей по зебре, учит, чтобы зеброй пользовались, учит, чтобы только по полоскам ходили, обходит стоящую машину, и одного ребёнка у неё прямо из рук сбивают. Слава Богу, что другого не сбили, но этот-то. Дай Бог, чтобы выжил, я не знаю даже, какие там были последствия. И это, повторюсь, это не критика, а там российских или каких-либо угодно водителей в целом. Мне кажется, что это идёт в первую очередь от, во-первых, от того, что маленький штраф. Ну реально, за превышение, я вот не знаю, сколько у нас в Эстонии за превышение дают штрафы, но вот я попросил Андрея Валерьевича мне быстро скинуть информацию, он мне скинул закон о дорожном движении и номер параграфа. Спасибо тебе большое, Андрей, за то, что ты мне помог. Ну, в общем, у нас на самом деле штрафы, может быть, не самые зверские в Европе, но высокие, за превышение достаточно высокие. Особенно, если превышение больше 10 километров в час, могут и права отобрать, и если это многократно, ну, огурец совершенно спокойно пошёл, тут даже и сомнений не было. Если это многократно, если есть налицо рецидив, то можно схлопотать уголовную ответственность вплоть до тюрьмы за дорожно-транспортные нарушения, назовём так, за нарушение дорожного закона. Ещё строже, если пьяный за рулём. Даже если какой-то вот... Мне нравится, что в Истории, несмотря на то, что я сам, скажем так, не чужд этому делу, мне очень нравится, что у нас нет никаких там, как в Германии, или ещё где-то там 0.1, 0.0.1. Нет, строгий ноль. Если показывает хотя бы чуть-чуть алкометр, то всё. Значит, состояние опьянения зафиксировано, то есть там похмелье, не похмелье, никого не волнует. И вот тут штрафы вообще капитальные. Сразу же приостанавливаются права, там, на полгода, если залетаешь ещё больше, там, по-моему, на 3 года, нужно переэкзаменовку делать и так далее, то есть пересдавать экзамен. Посмотрите, что у нас происходит. Ну вот я не знаю, как изобразить так, чтобы вот... Как бритвой. Реально как бритвой. Любой толщины помидорчик у нас совершенно доступен. Просто шикарно. А когда тонко нарезаешь помидоры потом поперёк, как правило, всё равно идёт какой-то вот здесь разброс. Посмотрите, совершенно ровными кубиками нож порезал наши помидорки. Просто супер. Ну, в общем, и опять же, насколько я знаю, у меня друзья ездили в Россию на машине. Там совершенно какие-то лайтовые штрафы, не знаю, в переводе на евро. Но это совершенно не серьёзно. То есть если у тебя стоит вопрос о том, чтобы тебя... Ну вот ты будешь там превышать в городе, в том же самом скоростной режим нарушать, и какой тебе штраф выпишут, надо было подготовиться. Надо было цифры какие-то вот всё-таки где-то выписать, потому что, в общем, там чуть ли не 10 евро, там чуть ли не 20 евро. То есть это совершенно не серьёзно с точки зрения штрафа именно деньги. 30 евро может быть, я не знаю. То есть совершенно как-то вот... Буквально сегодня с утра мне один камрад хороший написал на тему того, что он собирается приехать в Эстонию и спросил, как у вас там с вождением. Ну, я бы ему сказал, что мало того, что у нас стоят камеры стационарные по дороге, их много, их реально много. То есть можно, конечно, скачать, установить в телефон программу, которая показывает камеру. И на самом деле у меня такое ощущение, что эти программы написаны сведомо полиции. То есть как сделала вообще эстонская полиция? Они во всех, они взяли статистику, и во всех местах, где так или иначе были серьёзные аварии или предполагается, что могут быть серьёзные аварии, они поставили стационарные камеры. Там буквально, даже если на 5-6 км в час будет превышение, придёт домой по почте Виточек. Если живёшь в другом государстве, не поможет. Приедет по почте. Ещё и с накрутками. Вот какой-нибудь инкасса фирмы. И весь прикол в том, что буквально сразу появились приложения для мобильных телефонов, для андроидов, которые предупреждают о том, где стоят эти камеры. И вот я, конечно же, его использую. То есть у меня телефон показывает скорость и даёт знак, что вот скоро будет камера. И их сейчас так много, это так задалбывает, что ты просто начинаешь ехать вот эти свои положенные 90. В Эстонии 90 км в час за городом скорость, летом разрешена 110, и, ну, опять же, на определённых участках, и 50 км в час в городе. И вот опять же, когда, возвращаясь к этим видеороликам именно из России, вот мы с друзьями обсуждали, почему такие серьёзные аварии именно в городе происходят. А всё правильно. Разрешено, если, например, 60, я вот не знаю, по-моему, 60 разрешено в России. Душишь по-любому 70, ну, там, плюс 10, что там, как говорится, погрешность. А 70 км в городе это уже серьёзно, это уже действительно можно не успеть затормозить перед человеком на зебре. Делитесь, у кого какие были аварии. Помидор, просто я восхищён, как помидор у нас порезался. У меня было всего, с моим участием, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, дай бог не сглазить, и по моей вине одно дорожно-транспортное происшествие, совершенно, как всегда, тупое. Это было время, на котором мне стыдно вспоминать, когда я ездил быстро, когда я лихачил и в городе, и за городом. Ну, за городом для меня совершенно нормальным было ездить там, ну, 160, 170, 180 км в час. То есть, я просто понимаю, что вот бог миловал, не дал мне совершить... Ладно, если я говорю, ладно, когда ты сам с собой что-то делаешь, с другими людьми не дал совершить какую-то страшную вещь. Ну и была вот такая осенняя ситуация. Листопад-снежок, вся вот эта жижа, и я опять же, выезжая со второстепенной, что-то как-то дал газу, резина, по-моему, как раз-таки у меня была еще летняя, самая-самая, первый-первый снежок выпал. И было это в моем родном городе, в Нарве, и буквально в борт впилился так легонько другому мужику из Сталина, который приехал в Нарву тоже по делам, называется, нашли друг друга. Ну, совершенно спокойно там разобрались, страховка туда-сюда. Но вот мне на самом деле хватило буквально одного случая, чтобы какая-то вот эта моя эйфория, спесь, ушла. И мне друзья, например, говорят, что я вожу вообще как пенсионер. И я просто понимаю, почему пенсионеры так водят. По паприке совершенно четко. Вы слышали, вы видели. Не скрипнул, не задел, ничего. Очень ровно порезал все. Вообще, пока нож только радует. Причем радует прям так. Действительно, кухонный разговор у нас с вами происходит. Я даже особо не сосредотачиваюсь на процесс как таковой готовки. Ну, в общем, хватило мне этого, чтобы прийти в себя и начать ездить спокойно. И вот как-то чем больше этого всего происходит на твоих глазах, чем больше ты каких-то видео таких вот смотришь, в тебе попадаются, или какие-то сообщения в новостях, тем, сука, внимательнее ты становишься и тем спокойнее ездишь. У нас, кстати говоря, опять же, вот если говорить об Эстонии, даже капустку режет легко. Даже капустка у нас не хрустит. Если, по-моему, вот было такое, когда у меня, по крайней мере, были зеленые права, если ты на зеленых правах, ну, на правах, я не знаю, у нас эти кленовые листочки у начинающих водителей, превышаешь скорость больше, чем 10 км в час, у тебя права отбирают. И на переэкзаменовку. Как раз-таки это был, надо признать, именно тот период, когда я гонял как сумасшедший. Ну, слава богу, что и права не отобрали, и как-то в сознание сам по себе пришел. Потому что сейчас просто понимаешь цену происходящего. Успеешь буквально, там, я не знаю, если говорить о расстоянии в 200-300 км, то, ну, успеешь ты на 20 минут раньше, ну, на полчаса раньше, ну, а дальше что? А какой риск при этом? Совершенно неоправленный. Ну, и продолжая эту тему, могу сказать, что штрафовали меня всего, по-моему, два раза. Один раз я проехал на красный, и там я реально протупил. Причем я, проехав на красный, увидел, что это красный. Почему я обратил внимание? Потому что я по левой полосе, красный светофор горит, по левой полосе, я просто дую мимо полицейской машины, которая стоит и ждет, когда загорится зеленый. И у них такие лица были. И я, когда вот проезжаю, я боковым зрением понимаю, что красный на светофоре и полиция стоит. Я сразу же спокойно к обочине остановился, они подъехали. Конечно, сразу дали дунуть. Ну, поймите меня правильно, не дали дунуть, а дали... Проверили меня на то, что я требую. И я говорю, ребят, ну на самом деле так бывает, по телефону болтал. Но тут удивлению эстонских полицейских не было предела, что я еще и признался в том, что я по телефону болтал. Ну, в общем, выписали штраф. И один раз за скорость, но там был беспредел. Там нарушала целая колонна. Именно нарушала, как сказать, не сильно. Знаки стояли 70-50. И я даже особо не вклинился в знаки, потому что я спокойно себе, опять же, по-стариковски, по-пенсионерски ехал в конце колонны. Колонна вот стабильно шла 70. Потом вот этот участок, где 50 км в час, мы на 70 так и проезжаем. И меня как к самого последнего, чтобы не нарушать вот всю эту монолитность нарушающих водителей, меня к последнего просто остановили, оштрафовали. Ну, опять же, я особо как-то так не выделывался. Ну, попал так попал. Что делать? Ну и как-то вот так вот все. Поэтому, когда думаешь о каких-то вот таких вот вещах, связанных именно с серьезными авариями, когда людей сбивают на дневрах, когда детей сбивают на дневрах. Ну, вот я, например, стал в каком-то смысле параноиком. Через какое-то время мне действительно вообще страшно. Мне страшно, в первую очередь, именно за своих близких людей. Так, сегодня у нас курица явно не качок. Поэтому, сейчас мы с ней по-быстренькам. Работает только в путь. Легко. Я говорю, что на самом деле, если отбросить какие-то Джона Рэмбовские комплексы, и вот я просто на себя смотрю, если брать, например, нож из той же самой тактической линейки Супримов, для того, чтобы ходить просто куда-то в поход, а не изображать счастливого дровосека с помощью ножа, этот нож, он удобнее. Но факт в том, что он удобнее, чем основная тактическая линейка. Из основной тактической линейки у нас был Трайдент, и Штурм тоже туда впишем, хотя Штурм, конечно, до сих пор, в моем понимании, является лучшим ножом компании Кизляр Суприм. В общем, я извиняюсь за какой-то такой пессимистичный настрой своего разговора, но просто вот навеяло. Просмотрел какие-то свежие видео об авариях, и плюс у нас выпал вот такой вот снег. Так что сегодня, ну и при этом я вам говорю об осторожности, но выглядываю в окно и думаю, ну, может быть, все-таки надо поехать. Все-таки как-то неприкольно, если любимая женщина будет там где-то в одиночестве стоять на автобусной остановке. Это же неправильно. Вопрос, зачем ей тогда муж ножом. Вот так вот, стоя на остановке, она этот вопрос сама себе и задаст. Это, конечно, все шутки. Едут новые ножи, скоро будет заруба. В общем, делитесь опытом. Какие аварии видели, в каких авариях участвовали, виноваты были, не виноваты, что и как, и почему. Потому что вот именно культура вождения, она начинается со штрафов. Это мое глубокое убеждение. Как только люди. Если это не байка, в Токио, если неправильно припарковался, просто за парковку, за неправильную, где-то там что-то порядка тысячи долларов штраф выходит. Потому что мало места. И решили вот так. Вот там никто и не нарушает. Павел наш Вальдемарыч хапнул 100 евро. В Германии, на автобане. Ну как там, как раз-таки, без ограничений автобан закончился, и стояло ограничение, что-то порядка 120, а мы ехали там 130, скажем так. Как говорится, вас снимают. Вспышку слева мы все заметили. И через пару недель по почте пришло радостное уведомление. Похрустели по костям. Честно сказать, звук был такой, что я даже глянул на всякий случай на кромку. Потому что как-то хрустануло прям с хрусточком. Нет, кромка целая, все в порядке. Все как должно быть. Как же мне камеру установить слева? Потому что я понимаю, что если слева стоит, то правильнее будет. Совершенно, совершенно такой именно лайтовый ножичек. Очень, очень, очень душевный идет процесс. Все у нас получается хорошо. Заруба по классике вот-вот скоро начнется. Уже отписались участники, которые пришлют свои ножи. А у меня еще нифига не готово. В плане программы. Я не знаю, что там резать, как там резать. Будем ложки вырезать. Или еще какой фигней мается. Посмотрим. Но надо как-то именно какую-то резательную, классическую такую работу дать ножам. И повторюсь, что в классической номинации места будут присваивать только зрители. Я умываю руки, потому что классические ножи, особенно классические ножи, скажем, такого скандинавского типа, это настолько я субъективен. Я просто не в состоянии контролировать свои эмоции. Ну, что я могу сказать по ножу Дельта Лайт с точки зрения приготовления продуктов. Очень, очень приятные впечатления. На самом деле это когда готовишь и у тебя процесс реально идет в кайф, что я вот сейчас с вами разговаривал и совершенно, совершенно не сосредотачивался на самом процессе. Легко. Нож заточен отлично. По всем продуктам просто супер. Если бы он участвовал в каком-то конкурсе, я бы ему сейчас наставил бы десяток с огромным удовольствием. За картофель из 10 баллов он бы у меня получил 8. Именно за то, что вот, ну, чувствуется какая-то, ну, опять же, я говорю, что если бы у меня хват был вот такой, не было бы этого. Я сам переношу вот сюда руку, потому что мне так, ну, я так, как-то так вот, так сложилось. По всем остальным продуктам 10 из 10 абсолютно отличный результат, но мы его на самом деле собирались. Это все цветочки. Ягодки у нас будут в лесу, там, где мы его начнем мучить. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok